Здарова! Этри Буарна! Я тут решил посмотреть ролик с канала Дайпять, попробовать, зайдёт вам такая реакция или нет. К тому же сегодня у них, точнее уже вчера, вышел новый ролик по игре в кальмара, называется «Провалы игры в кальмара», где облажались авторы сериала. Вот мне интересно, это по мнению создателя ролика или общепризнанное мнение? Короче, давайте посмотрим, потому что, ну я каких-то там прям вот таких вот лютых минусов не очень-то заметил. Есть, конечно, потому что нету идеальных произведений, но в любом случае прям провалов я там точно не видел. Давайте глянем. Дисклеймер, предупреждение, в этом видео есть спойлеры. Если вы ещё не смотрели сериал, то что вы здесь делаете, идите, смотрите. Поэтому, если вы не смотрели игру в кальмары, имейте это в виду, так вы сохраните свою психику. В смысле, а при чём здесь психика? Типа, если мы увидим спойлеры, то всё, психика сразу посшатнётся. Короче, погнали смотреть ролик. Лолик. Игра в кальмары побила очередной рекорд. В кальмары играют школьники по всему миру. На Хэллоуин все оденутся именно так. Откуда ты знаешь? Типа, Хэллоуин ещё не наступил, а ты уже предугадываешься. Кальмар, кальмар, кальмар. Везде этот кальмар. По большей части сериал людям очень понравился. Я сам посмотрел все серии одним разом. Иначе не было бы такого внимания продукта Netflix. Но у сериала есть и вполне оправданная критика, как от известных людей, так и обыкновенные зрители заметили разного рода факапы. Давайте посмотрим на игру в кальмары чуть-чуть с другой стороны, почему этот 9-серийный корейский шедевр, возможно, вовсе не шедевр. Где авторы картины всё... Да вообще шедевров не бывает так-то. ...то таки налажали. Ставь лайк, если тебя уже достали все эти игры в кальмары и поехали. Игра в кальмары в какие-то минимальные сроки побила серьёзный рекорд. Самый просматриваемый сериал в истории Netflix. Довольно быстро эту историю посмотрели более чем со 100 миллионов аккаунтов. Абсолютный рекорд. По информации Bloomberg, за 23 дня насмотренность всех пользователей составила 1 миллиард 400 миллионов часов. И это принесёт Netflix 900 миллионов долларов. Неплохо. На сам сериал Netflix потратил 21 миллион долларов, то есть в 40 раз меньше. Режиссёр... Хорошо так заработали, на самом деле. Я думаю, что Netflix почти заставит режиссёра снимать продолжение. Правда, он сам сказал, типа, я не приступлю ко второму сезону, пока не сниму там какую-то полнометражку. Продюсер автор сценария «Игры в кальмара» Хван Дон Хьёк. Идеей сериала послужили его финансовые проблемы в молодости и классовое неравенство в Южной Корее. Кстати, паразиты... Классовое неравенство везде есть. ...которые в прошлом году взяли «Оскар», тоже южнокорейское кино и тоже о классовом неравенстве в Южной Корее. Надо бы глянуть, наконец-таки, потому что до сих пор ещё я не смотрел. Сценарий «Игры в кальмара» был написан ещё 11 лет назад, но тогда продюсеры единогласно отказались развивать этот проект. Как оказывается, зря. Кстати, сейчас после вот этого мега-успеха мы можем наблюдать множество промо-акций. Одна из самых ярких – это метро в Сеуле, столица Республики Корея. Там в точности скопированы декорации, даже та самая легендарная кукла из первого испытания... Блин, если бы я туда зашёл, я бы, наверное, её увидел, пересрался и убежал бы куда подальше. И скорее-скорее всего в Россию обратно улетел. ...в точности переодетые солдаты. Но изначально Netflix никаких масштабных рекламных акций не делал. Сериал слетел и благодаря ТикТоку, в котором люди выставляли прохождение испытаний, и так всё это и завирусилось. Сомневаюсь, что благодаря ТикТоку, но да ладно. Хэштег «Squid Game», то есть «Игра в кальмара» набрал более 30 миллиардов просмотров. Естественно, плюсов у сериала достаточно. Многие восторги от сюжета и его исполнения. Детские игры с таким жестоким исходом — это действительно яркие контрасты противоречия, которые не оставляют равнодушным. Декорации просто на высоте. На самих испытаниях, в комнате с лестницами и не только. Костюмы тоже интересные. Кстати, цвета одежды военных и игроков являются полностью противоположными, чтобы лишний раз их разделить. Даже подсознательно. В общем, плюсы есть, поэтому и рейтинги у сериала... Я, кстати, когда увидел только костюмы вот этих вот охранников, я такой... Блин, бумажный дом, почему везде красные костюмы? ...такие фантастические, но давайте зайдём с другого сознательно. В общем, плюсы есть, поэтому и рейтинги у сериала такие фантастические. Но давайте зайдём с другой стороны и посмотрим, почему игру в кармары не обязательно считать каким-то выдающимся шедевром. В смысле, обязательно кому? Чё за бред? Типа, вообще шедевр для каждого свой, поэтому я считаю, что до того шедевров не существует. Типа, обязательно... Что? Ладно. Насчёт новизны. Многие действительно подумали, что все приёмы, идеи, образы — это абсолютное новшество. Нигде... Нет. ...где ранее ничего подобного встретить нельзя, поэтому корейский сериал стал по-настоящему прорывным. Чё, вдруг? Это не совсем так. Игра на выживание, где главным призом является огромная сумма... Таких миллионов... Кто так думал? Никто так не думал. Чё за фигня? Денег. Тема стара, как мир. Западная ферма, комната смерти, экзамен, голод. Подобные фильмы можно перечислять долго. Я даже большинство из этих не знаю, потому что все неизвестные для меня. Ну, типа, почему Королевскую битву, например, не назвал? Или Голодные игры, те же самые. Также Кальмар многим напомнил японскую работу Играл Жицов, а также Кайди. А сцена с куклой из первой игры вообще почти скопирована со сцены из довольно наркоманского японского фильма Страшная воля богов. Надо, кстати, глянуть его. Хотя авторы отрицают причастность к этой картине. Можно и до костюмов военных немного докопаться, так как они уж очень напоминают одежду. Ну, я вот это вначале сказал, конечно, но это бред. Ну, типа, зачем докапываться? До грабителей... Красные, красные, маски и маски. Чё здесь такого? ...из другого популярного сериала «Бумажный дом». Главный герой. Человек, который, к сожалению, не особо вызывает сочувствие. Да, от него ушла жена, с ним не живет дочь, которая вообще готовится к переезду в США. У него куча долгов, но, очевидно, он сам в этом всём виноват. Беря в долг, он идёт и снова проигрывает деньги. А когда к нему приходит выбивать долги, он отсрочивает платёж, соглашаясь продать свою почку, и при этом умудряется у тех же людей ещё раз просить в долг, чтобы сделать очередную ставку. То есть сопереживание к главному герою, вокруг которого, собственно, и строится сериал... Не, не знаю, у меня сопереживание всё-таки было. ...сериал просто отсутствует. И, в принципе, многие как раз и посчитали героев слабым местом сериала. Чего? Не знаю, по-моему, нормально всё там с героями. Во-первых, актёры сильно переигрывают. Господи! Сколько раз людям говорит, типа, у япон... Вообще, у азиатов... Такая вот, типа, театральная, так сказать, школа. Они все практически переигрывают. Вы посмотрите любой практически. Японские, китайские, корейский сериал, фильмы, всё остальное, они там почти все переигрывают. И, кстати, вот я смотрел Алису в Пограничье, там переигрывали абсолютно все актёры. Здесь, по крайней мере, некоторые отыгрывали адекватно, если честно. Поэтому вообще не вижу проблем в этом. Нормально всё. То есть утрирует свои эмоции. Но это особенность корейской игры, тут ничего не поделать. Ну неужели? Хоть это озвучено. Второе. Вообще сложно найти персонажей, которым хочется сопереживать, и которых хочется ассоциировать с собой. С главным героем... Ну, ассоциировать с собой вообще не получится. Никого, потому что они пошли, блин, на... Блин, господи. Пошли, короче, играть в игру на выживание ради денег, типа. Я вряд ли бы на такое согласился, поэтому... Трое разобрались. Мерзкий мафиози, который кидает и своих, и чужих. Близкий главного героя, который в определенный момент начал подставлять вообще всех. Так это хорошие персонажи. Типа, ты их ненавидишь. Поэтому в этом они хорошие. Разве что приезжий с востока вызывает сопереживание, но его довольно быстро подставляет предыдущий герой. Тот умирает. Получается, таких героев, за которых прям топишь... В смысле, очень быстро. Почти в самом конце. Топишь. Их просто нет. Затянутость. Если вы обожаете экшен, постоянную динамику... Я вот не понял эту претензию. Героев, за которых топишь. Зачем топить за каких-то героев? Типа, что, героев не может быть маразотными? Если ты испытываешь к ним какие-либо эмоции, неважно, типа, переживаешь ты за них или ты их ненавидишь, значит, герой классный. Если тебе на героя насрать, то тогда да, я согласен, здесь герой фигня какая-то. А когда ты за него хотя бы ненавидишь, это в любом случае уже герой получился офигенным. Не знаю, тупая какая-то претензия есть, честно. Динамику, необычные ходы и тому подобное, игра в кальмары может вас разочаровать. И, скорее всего, так и будет. Местами сериал, ну, очень затянут. Нудные необязательные диалоги... Девять серий всего, что там затянутого, не знаю. Я посмотрел на одном дыхании. ...монологи, которые мотивируют зрителя поспать. Хотя некоторые диалоги не то чтобы скучные, а просто абсурдные. Давайте вспомним приезд веб-гостей на остров, где проходили игры. Как раз об этом я долго общался просто с подписчиком в инстаграме, потому что это настолько бросается в глаза, что, ну, хочется это обсудить. Ведут себя и говорят они не как зажравшиеся миллиардеры, а как карикатура на зажравшихся... С этим согласен, это было, да, такое было. ...миллиардеров. В каждом слове, в каждом действии они как будто кричат «Мы богатые извращенцы, для которых жизнь человека вообще ничего не стоит». Ха-ха-ха. Ну, в этом, наверное, и есть смысл, чтобы показать их карикатурность. Это действительно было сделано довольно плоско. Авторы явно хотели показать весь мерзкий образ этой социальной элиты, но как-то перегнули палку и получилось, ну, вот, как я и говорю, как-то карикатурной, по-детской, что ли. Да их там показывали-то всего лишь пару серий. Получилось слишком топорно. Вообще, этим появлением богачей авторы вроде как раскрыли смысл этих жестоких игр, мол, это делается, чтобы этим обнаглевшим извращенцам не было скучно. Но всё получилось как-то плоско. Ещё один момент, который вообще не раскрыли, это главнокомандующий солдат, который без каких-либо сомнений убивал своих подчинённых. Мы параллельно наблюдали линию, как полицейский в поисках своего брата приехал на базу с игроками и пытался понять, что там вообще происходит и где его брат. То, что он вообще смог всё это провернуть. Вот, например, вот этот актёр не переигрывал. А пусть им всё-таки это кино, и там не должно быть всё реалистично. Но вот полицейский добывает информацию о происходящем, достав её всё от того же богатого старого жирного извращенца, который принуждал парня коральным ласком. Полицейский пытался бежать с острова, но тут солдаты с главнокомандующим догнали парня и заблокировали ему выход. И вот этот самый главный оказался, да, братом полицейского. В итоге, как и своих подчинённых, он убивает этого брата полицейского. Кто сказал, что убивает? Он ему стрелял в плечо. Нам его труп не показали, поэтому, возможно, во втором сезоне он будет жив. Но, по крайней мере, я практически в этом уверен. И всё. Тема не раскрыта. Почему он стал вести эту игру? Как он стал таким? Как он там оказался? Никто этого не знает. Вся эта линия вот так вот в раз... Так, может быть, потом покажут. ...стала как будто бы лишней. Я уверен в том, что с таким... С таким... Как сказать... С такой популярностью этого сериала второй сезон нас точно не заставит долго ждать. Управдывать такие вещи вторым сезоном, мол, мы поясним это там, ну, просто нельзя, потому что... Почему нельзя? Вполне возможно, нормально. Сезон сериала это как бы полноценная работа. Также авторы не... Вообще не вижу в этом никаких проблем. Тот человек говорит то, что затянутый слишком сериал, а теперь говорит то, что нам не объяснили какие-то моменты. Если тебе будут еще объяснить моменты, то будет сериал не 9 серий, а гораздо больше. Особо заморачивались и с предсказуемостью. Лично я прям точечно угадывал, как закончится испытание, кто кого убьет и в каком виде, и недовольных из этого достаточно. Не знаю, я не предсказывал, потому что я... У меня нет такой привычки, чтобы сидеть и анализировать, типа, а сейчас будет вот здесь вот это, а вот здесь вот это. Нафиг это надо? Я смотрю сериал, либо любой вообще продукт, а, кино, там, мультфильм и все остальное, чтобы насладиться вообще им, а не сидеть и думать, что же там будет дальше происходить. Да и мелочи в виде подсказки в вареном яйце не могут оставить равнодушными. Врач, который вытаскивал из трупов органы на продажу, получал подсказки в еде, и один раз это было в желтке вареного яйца. То есть чисто технически сделать это сложно, ведь яйцо для этого нужно открыть, потом его нужно сварить, то есть его нужно как-то... Ладно, вы поняли. Ну, я вообще тоже об этом даже не думал, но это, окей, ладно, нормальная доебка. Довольно сложно. И момент с органами, кстати, тоже не совсем понятный, мы также с подписчиками в инсте пытались вообще понять, как это возможно коллективно. То есть у этих корейских солдат была подготовлена и отлажена схема по продаже органов китайцам. У них были баллоны с кислородом, у них было отдельное место, у них было оборудование, у них было все. Но при этом органы из трупов доставал один из игроков. То есть вопрос, если бы среди этих игроков не оказалось бы врача, или он бы отказался это делать, или что-то еще, они бы просто этим не снимались? Это очень странно. Концовка сериала, кажется, разочаровала и тех, кому Кальмар очень понравился, даже их. Она вообще непонятная и про нее высказался даже Бэткомедиан. Все обесценивается после того, как на девятом часу просмотра мы знакомимся с концовкой этого сериала. Можно сказать, это повергло меня в шок настолько, что называется концовку с Лили. Поэтому я не в восторге от происходя... Не знаю, вроде нормальная такая концовка. Чувак почувствовал себя героем, типа решил пойти защитить людей. Я бы не сказал, что она слитая. ...ходящего и происходящего хайпа, сказал Баженов. Недочеты у сериала и вправду есть, как на поверхности, так и не самые очевидные, но это не отменяет того, что дети по всему миру хотя бы вышли на улицу и стали играть в детские игры. К счастью, не с таким жестоким исходом. Хорошо, но правда есть некоторые с жестоким исходом. Ну а вы пишите, в каком-то городе там детишки играли и избивали друг друга. Как вам игра в кальмара? Шедевр или переоцененная шляпа? Очень хороший сериал, не шедевр и явно не переоцененный. Также напоминаю, что... Ролик получился, если честно, немного спорным, потому что с некоторыми моментами я не согласен, некоторые моменты могу поддержать и до сих пор не понимаю, зачем, вот зачем при просмотре, если ты не какой-нибудь там блогер, да, который ищет минусы, зачем при просмотре пытаться предугадать что-то? Смотри, наслаждайся, блин. Тебя и так уже в жизни практически ничего не удивляет, но большинство людей, так же, как и меня, да, потому что жизнь уже приевшаяся, ну не то, что приевшаяся, да, просто все у нас очевидно, идет по шаблонам, так сказать, а вот ты смотришь как раз-таки всякие сериалы, читаешь книги, чтобы посмотреть на какие-то повороты, прожить какую-то жизнь, которую ты не сможешь прожить и так далее. Зачем там что-то приугадывать? Смотри и наслаждайся. В чем твоя проблема? Лайкусик надо поставить под роликом, естественно, как я сказал, есть там недочеты, не то, что недочеты, да, я просто с многим не согласен, но и с некоторыми моментами все-таки я согласился. Если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Reborn, спасибо за просмотр, всем пока! Пока!